Ну что, друзья, вторая карта противостояния Chilox и MindGames. Счет в серии 1-0 в пользу ребят из MindGames. И действительно, первая карта была не бескуриоза, но тем не менее, с довольно уверенным преимуществом она закончилась в пользу наших пацанов. Вопрос в том, что нас ожидает на второй карте. По драфтам, в принципе, неплохо смотрелась команда Chilox на первой карте. Но, опять же, реализация до определенного пика не дошла, поэтому MindGames там передавили. Но, опять же, шикарное исполнение, считаю, больше всего от FN. Там было FN действительно очень много полезного сделал и был невероятно хорош. Будет ли так же хорош, что на второй карте, непонятно. Скорее всего, Квапа будет отправляться в бан от Chilox в первую очередь. И тренд, наверное, на второй не появится. Не то, чтобы тренд прям суперполезен был на первой карте. Вот эти два героя. Тренд появится, кстати, да. И один и второй появляются уже у Chilox. Я просто их видел, когда мы сюда заходили. Видел, да? Поэтому, да, довольно смешно было. Аналитик сейчас. Нет, но я имею в виду, что Chilox не отдадут. Они не отдали их, очевидно, да. Поэтому этот предикт был верным, но... Но они не в бане, они в пике у самих Chilox. Быть их не может. Вообще, последняя карта этого патча намечается довольно интересной. Потому что здесь есть Лина. Да, твой любимый герой. Здесь есть Лина, здесь есть Кунка, здесь просто крутые герои. Все четверо, мне все нравится. И не будет Бессмастера, не будет Разора, не будет... Блин, все не увидимо официально больше. Ну, если это, конечно, последняя карта, потому что в теории может быть третья. Мог быть Бэйн еще, из того, что я вижу. Ну, он все еще может быть. Может быть, да. Мог быть Тинкер. Он все еще может быть. Нет. Он все еще может быть. На позиции 5. Некуда, некуда. Ну, это, конечно, угораем. Единственное, что здесь может плохого случиться, это что если Майнгейм взяли Бигнуму Лину. Они очень любят это делать, периодически давать четверку. Лину зачем-то, непонятно зачем, то есть это очень плохо для них. Ну, по итогам такого решения им было грустненько на ДПС несколько раз. Ну, вот. Но они так предпочитали, надо делать. Просто я скажу из-за того, что у них закрывающий, поэтому вероятность того, что это два кора героя, ну, не очень высокая. Угу. Действительно, сильный героев отдали, да, может быть. Типа и ок. Просто клонку в легкую, просто добираем себе. Дизраптор, да, опять же, я хотел сказать, что его можно повторить. Почему нет? Лишним он здесь точно не будет, он и закрывает клопу в определенный момент. Тронта подсвечивает, который там в деревьях пытается убежать. Ну, посмотрим, чем ответит Чиллокс. Выбор сейчас, скорее всего, также на позицию какого-то саппорта. Хард саппорта, в первую очередь, наверное. Нет, это будет ВК на позицию 1. Вряд ли это позиция 3, но вот позиция 1 действительно хороша здесь. И следом добирается у нас Бабка. Снэп файр. Итого. Будет это, скорее всего, пятерка тренд. 4 снэп. Позиция 2 это Квапай. Позиция 1. ВК. Осталось поставить кого-то на жесткую троечку. Кунка потенциально может стать и как на позицию 3, так и на позицию 1. Я думаю, что все-таки 1 его здесь ставить против ВК. Может быть, не самый лучший герой, но ему нужен фротлайнер для Лины. Если Лина здесь. А Лина, да, преджакира дизатор, скорее всего, позиция 2. Жакира может быть 3, да. То есть, Жакира 3, Лина 4. Может быть, как угодно. Просто я надеюсь, что это Кунка Кэрри. Лина 2, дизатор 5, Жакира 4. Или там Жакира 5, дизатор 4. И не хватает оффлайнера, которого они доберут в конце. Такое может быть. И вот Чиллокс допускает, что не хватает именно Кэрри. Что Кунка будет 3, и еще Кэрри появится. Банится Медуза. Банится кто-то, видимо, сейчас еще. И вот этотчик банится Легионка и кто-то еще. Просто я допускаю, что, поскольку, опять же, закрывающий Мангеймз, и посмотрит на героя, там, поэц какой-то, я не знаю, Тельхантер, и такие скажут, о, идеальный герой для того, чтобы играть на нем против него Кункой, но реально сделает его Кэрри героем, и все, никаких проблем. Поэтому, мне кажется, они в Медуза зря упоролись. Типа, если нужен герой против ВК, то там еще есть Питок, которые не забанены, с кем можно играть. И я бы бил, в первую очередь, по оффлайнерам. Их осталось куда меньше полезных, которые в этом патче активно используются. Так, ну Пангольера здесь точно ни в одну, ни в другую сторону особо не нужен. Ты, конечно, выбрал героя. Скорпион, слышал что-нибудь? Там андерлорд, там тимбер. Не, андерлорд, честно говоря, не очень нравится. Хотя он неплохо ловит тоже Квапо. Тебе, на самом деле, под текущий метод, мне кажется, на тройку очень много героев можно использовать, тех, которых ты вот обычно не ставишь, а потом кто-то приходит, ставит, и типа нормально. Давай вот Тодэ возьмем в этой игре. Нормально же будет? Нормально. Нет, потому что мы в бане. Окей, давай Хаус Найт возьмем. Не. Почему? Мне нравится. Один контроль нормальный. Тимбер, кстати, забанили. Это к вопросу, что, видишь, они сами не очень понимают, куда идёт. Один Медуза бан, второй бан Тимбер. То есть ты не знаешь, три это или один. Может ли Шарачка сейчас как-то зафлексили? Можно, вот Майнгейсты могут как угодно расставить героев. То есть ты можешь быть Линн, опять же, там, 4, Жакира 3, Дезаптер 5, Кунка Кэлен. Ты можешь освободить от 1 до 5, любую позицию. Какую ты хочешь, такую освобождаешь. Так, Чиллокса берут себе Виномансера. Ну, это Кэшкек. О-о-о-о, грязно. Сюда бы Майл, а, вот. Для него это бы был праздник. Почему? Он вот каждый раз считает, что Веник — это один из худших героев патча, что в целом будет правильным изречением. И очень часто он заезжает, типа, на закрывающий драфт и ничего не может сделать. Я тоже это видел, я с ним был в аналитике. Да, вот. И он комментировал эту игру и так далее. Типа, вот, понимаешь, последняя игра патча, последняя карта патча. И заезжает Виномансер. Так, ну что? Ничего не надо менять. Я утеплюсь, если появится антимаг. Потому что он в бане, нет? Или что? Нет. Я, кстати, об этом подумал, перед тем, как это сказал. Блин, а не поздновато ли я? Это лавстиллер. Это просто лавстиллер, кунг-3. Ну, значит, получается, первый их план был правильным. Либо они Веником решили, что кунг сделали так, что кунг не может потеять в 3. Лина 2, кунг 3, лавстиллер 1 и... Слушай, ну, майндгеймспик мне нравится больше. Определенно. Ну, давай так. Веник в среднем очень бесполезный герой. Прямо максимально бесполезный герой. Тем более против Гуле. Да нет, дело даже не в Гуле, а в том, что вот... Ну, вот, ты ультанул. У тебя есть урон, но... Противник реально сгниет, вот он через, там, 15 секунд. Но за эти 15 секунд ей нужно будет с 3-4 героями что-то сделать. Даже не так. Возможно, гипотетически, в какой-то вселенной кунг реально хорош. Но здесь из-за бафа корабля кунги он вообще не хорош. Потому что он вот вешает этот баф, и тебя отложенным уроном заезжает. То есть он вообще убить никого не может. И не факт, что этот виномантер, на самом деле, сделает этот импакт. Потому что есть дезраптор. Да, и у тебя тренд без урона. Ты без урона, получается, уступаешь, не убиваешь чуваков. Тебе нужно, чтобы Квапавра и Скинг и Снэпфайр втроем убили 5 чуваков. Подожди, а тройка кто? Веник, я думаю. Веник, тройка. Я думаю, что Веник... Ну, тогда это точно Габеллы, я считаю. То есть Веник 3, это действительно, наверное, одно из худших решений, что можно было принять. Ну, ладно, если, конечно, Чиллэкса выиграет, мне придется взять свои слова назад. Ну, давай так, тебя поддерживает наш партнер от венлайна. Говорит, что они 18 дамангеймс, 3,90 на Чиллэкса стоят. Веры на мапу, именно на мапу, то есть даже не на матч, на матч, там вообще жезь была бы. Не очень много. Даже на старте трафта, до линий, до бунтосов, до ФБшки, до всего прочего. Просто говорили, 3,9 сразу. Поэтому шансов у Веника, и по мнению нашего партнера, не очень много, а у нас сыс. У нас сыс. А у вас? И у вас. Как готовились, а? Синергии постепенно, знаешь, начинают отрабатываться. Четненько сделали, да. Ну, я же не ухо. Ты же не инканец, правильно? Чтобы отработать несколько лет вместе и вообще не этот. Вот так. Присплясать. Я скажу так просто, что Леха, он суперэксцентричный такой. И он, знаешь, иногда просто отрывается от земли, и у него, когда вот все, начинается поток. Крышу сносит. Да, да, да. В хорошем смысле сносит крышу. Он никого не слышит, ничего не слышит. И у него есть этот фон, который ему надо выговорить просто. И кто-то от этого, ну, кайфует, кто-то нет. Это нормальное явление. Вот, но. Кому что нравится. В общем, мой предикт на 2.0, потому что хочу домой. Мой предикт на 2.0, потому что патч. Слушай, сами себя не поедят, тем более. Должен быть скоро патч. Ты что с патчем? Сегодня 23. Хочется провести этот день остаток с женщиной. Обещали 23 патч, и компидос заканчивается где-то через 35. Ну да. Вероятен патч. А я его и не покупал. Мне казалось, что он вообще бесплатный. Это другой, да, наверное. Наверное. Кстати, я... Фикки его знаю. По идее другой, да. Под Индом. С месяца полтора назад мне почему-то стал доступен... О чем мы сейчас говорим? Патч, компендиум. Компендиум. Мне стал доступен компендиум с спектрой, где у него была Аркана. И я это выложил в свитер, и говорю, почему у меня вообще, типа, ну, я могу сейчас приобрести себе этот компендиум? Купил бы? Нет. Ты спектрой знаешь, сколько стоит? Нет. Я не знаю. Ну, купил бы. Ну, да не, я, честно говоря, за косметику дать не очень как-то... Ну, это пока. Ну, я пока еще, да, знаешь, кейсерское прошлое во мне аукается. Блин, я вот фигеваю с ваших этих стикеров, которые просто на оружие. Типа нормальное оружие, просто залепил всю красоту. Типа миллион, два миллиона. А там есть, да, стикеры еще. Там есть, есть. А и Пай Пауэр, так это же вообще, тем более, если они Холла, которые пересвечиваются, так это вообще там некоторые люди по несколько миллионов, ну, на наши деньги. Да, я в курсе. Я про то, что, но по факту это все равно просто, то есть, нормальный скин, который ты, типа, залепил. Залепи свою дуло. Пошло-поехало. Так, и пошла-поехала заливочная, да, в топ опять идут команды. Но сегодня уже это было. Да, на выходе до крипов. Причем они реально до крипов идут драться вот в место, где, ну, ничего же нет. Ну, ты туда идешь, давай смотреть, это реально встреча. Стенка на стенку, крот на хомяка. Ну, что-то по обилкам сильно хуже, мне кажется, у Майнгеймс. Да, и ФБ. ФБ, ну, можно попробовать что-то придумать с этим всем. Дерево просто свое. Дерево, да, да, да. Сколько у Дерева с руки, там, 80 или 70? Да, 91 даже, да, жестко. Бэл. Такой он гоблин, конечно, это вообще пират. Ну, и в итоге разошлись не миром. ФБ для Деревца, но Деревца принесет себе дополнительные какие-то ресы. Ну, и заставил Астеллеров рейдж качать на первом уровне, чтобы не погиб. Что вообще не круто. Ну, возможно, против Веника не так и плохо, но на самом деле идея такая. Сомнительно. На троечку, да, и мы видим с тобой, что, возможно, сейчас еще где-то что-то будет, потому что идут они вот так. Но повиженно они прошли, поэтому, наверное, просто три руны заберут, потому что здесь стан ДВК может дать и дойти, да, забрать. В итоге... Нет, стоп, не успел, да? По две руны забрали, да, успел Плеб забрать. Так нет, подожди, а почему... Можно Enter нажать? Здесь все норм, да? Ну, да, все, Плеб забрал. Мне показалось просто, что там был значок того, что Джекерос что-то сделает, наверное, Вард сломал. Если так, то это А3-1 по Бондос. У нас вообще-то есть табличка выезжающая обычно. Но сейчас она... Ну, не, она, наверное, может выехать, но я не знаю, на 100%. Выезжаю за вас. 150 рублей. На стрелке? Да. А на белке? И на белке тоже. Тогда ладно. Так, ну что же. Ну, это зависит от ФН. Ну, ФН, на самом деле, на линии исполнить может вообще штабрально. И в обе стороны. Ну, какая две? Ну, да. Либо гений, либо, знаешь, от Покчам до Лул за один шаг. Ну, посмотрим по Крепстатам. То есть, сколько как бы стоит старт. То есть, Кунки, на самом деле, нормальная линия. У Лины хорошая линия, у Копы нормальная линия. То есть, все стоябельно. Здесь вот у Аладдина могут быть проблемы, могут не быть проблемы. У Аладдина? У Лодин. У них у него Лодин. У Лодин, да. Какой-то здесь Аладдин? Тем временем, Бигнум. Жасмин, давай, блин. За вашего не путать. А, фу. И как знаешь, как у Джина ими было? Нет. Джин. Серьезно? Да. Я думал, Джин, это какими-то нарицательнички? Ну, типа да, но нет. Так, Курьера подрезает у нас Петушара. Так на Роском против Лептик на линии стоял. Клопа у нас через... Ага. Даггер вообще пока не качает в два скрим. Против Лины там не покидаешь. Ты приходишь киндаггер, получаешь полстолба здоровья. Там никаким регеном вообще не пахнет. Ну и Фан, просто знаешь, видно, какую ненависть он накидывает. Да, Левелина, она аж об этом. Она вообще жизненет. То есть очень многие команды реально предпочитают. Вот видят, когда... За что ты? Прожимаю, убитаю, убегаю. Папу они просто приберут. Типа, у нас есть продубочка. Ага. Ага. И в итоге самарехов от Тауэра... Ну, ему норм. На Регена где? А Реген только летит. В Курьера или даже не летит еще. Бежит, бежит. Четвертого еще нет. Здесь нормально, у Радуэра. Замедло очень серьезное. А есть у Таранта Рубуфеном? Не могу понять. Так, тут пока что на Таранте подлетает ВК. И ВК закидывает стан у нас Джеки Росса. И Бигнум прожимает Феррик. И добьет Лилоги. Нет, не добьет. А теперь время Петушары! А как выжить, да? Еще ты, еще. Хорошо. Сойдет, да. И экспу главное получили и Бигнум, и Петушара. Так, прожимается Рейдж. Вот Сэм Джессу, ну и... Да, но по крипам я вижу, что у Ласилера все довольно плохо, печально, но Веник тоже почему-то не добивает особо сильных крипов. То есть они просто оба на этой линии страдают. А здесь именно за счет убийств Петушара. Сейчас может неплохо наверстать у Пуч, да? У него, конечно, шлем, может даже купит. Угу. Не знаю, вообще на самом деле, деброссерочки, да? Для Кунки Выбор в Уф-линию. Знаете, как мы шлем я пытаюсь придумать? Не могу придумать, нафига он ему нужен? Ну, мы видим, что Квапа ушла на базу. Квапа ушла на базу, мы потеряли Квапу. Здесь можно потерять Семена. А, кстати, вот ты спрашивал, есть ли у него Warp of Men, ну вот, пожалуйста. Я все же не видел, но, видимо, есть. Ты посмотрим. Просто его показали на какой-то секунду, а думал, ты успел просто рассмотреть. Я вообще о другом думал. Я эту песню допевал. Нашла коса, она какая-то. Да, да, идет война. На память лет. Я не мог понять смысл, почему, типа, на память лет. То есть, это просто, знаешь, рандомные слова, это, как, ахали, гали, аппарат, опера, тоже, типа, рандомные слова, совершенно. Ну, вроде, прикольно. Главное, как звучит. Ну, типа, да. Типа, ты на вайбе, ты в кайфе, все хорошо. Не, не, такое я не слушаю. Какое? Ну, такое песня была. Вайбе в построении. А-а-а. А не рвана группы. Понимаешь? Получается, да. Так, и вот, есть орб. Хорошо, отлично. Разобрались. С этим разобрались, я не знаю. Разобрались, да. Но я предлагаю крипстаты смотреть, то есть, дальше. Точнее, на AdWords дальше смотреть, а крипстаты не смотреть, потому что, опять же, убийства сделаны, баунти собраны. Эти вот цифры, они не отражают действительность. Действительную ценность игрока. Так, Джесса в очередной раз прожимает у нас рейдж. Ну, а че, то есть, лишний рон получать. Тоже верно. Так, ну что он себе соберет, вот в чем вопрос. Во что пойдет? Типа, что-то дефолтное, а-ля Саша. Дарма, лед, какой-нибудь, че-нибудь такое. Ну, это пока вообще неважно, то есть, вопрос о том, сколько у него денег, сколько денег у противника, кто из них больше нафармил. Физы, типа, будет делать. Будет пытаться сейчас наказать Трентан. Тяжеловато, вроде, будет, опять же, там, то, что... Ну, третий уровень, что-то вообще, да, за нападение на третьем уровне. Пытается разглочить кем. А здесь пока умирает еще раз бабка. На самом деле, можно из ВК повоевать. Опять Курьера убили, я не знаю. Курьеров они просто порезали всех. 2700 лин на 2000 квопа, 700 разница. 2500 кунка, 200, ВК, 400 разница, да, засчитывай. 1100 получается. И между кэри оффлэйн 1000, 2000, точнее, веник, 1900. Лавстилер, веник, счеткуплю, веник только меньше стало. Он, кстати, может убить, но Стики в итоге, мэйбин, их ставим, живет. Так вот, и получается 1100 разницы суммарно между всеми коргероями. Что, в деревьях пытается спрятаться? Стрел. Поехали, Тандер Страйк номер два. Абайт расхватит, кстати. Но у него Феррик есть. И Стик, Феррик, да ладно, живем. И фласочек. Но это жестко, жестко. Много времени, много маны, жестко. Но... Это шара. Есть. Нож в спине, да, погиб. Нет, это не нож в спине. Ну, в смысле, она кидает нож. У него не анимация с руки. Я думал, что... Не, 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 не первая билка, нет. Он тоже в спине, он большой нож, на кидает маленький. Так, ну Гули пока дал. Но ему вообще грустно, он максимально плохо. Так, герой такой, то есть ему сейчас реально тяжеловато. Но, кстати, эта игра могла бы закончиться условно за минут 25, если бы Гули получил себе шедевральный старт. Могла бы. Но он у него не получил. Мы видим, что динает ее до сих пор обзинает. Просто смотри, этот веник, он стоит, типа, пакостит им по полной. ВК-6, кстати, плюсик не потратил. Так, а есть ли у Плебастики или что-то такое? Ничего нет. Вообще ничего нет. Все, что у него есть, и у него видишь, он просто хочет армлет. Нет, не хочешь пить. Нет, не хочешь. Потому что мы и бояли. Да. В это время отпушивает, точнее отпуливает пачку криков ПТ-шара здесь себе. То есть и вся надежда на ФН-а. Ну и вот Мангусики себе принес все-таки ВК. Так, ну и очередное здесь нападение. Ну, мэйби, next time, конечно, еще тот жердюч. Поэтому в этот раз есть велика вера, что его все-таки пробьют. Да, пробили. Дальше надо как-то бежать от этого веника, левела 6. Но он без маны, да, то есть тоже хорошо. Все просто погибло, вмерло, как ты это называешь. Так, ну здесь ПТ-шара еще и работяг заработает. Точнее, с работягом. Двери хилбота на центральном коридоре. Да, выглядит как дерево, которое приехало и залило эти воды. Это получается береза? Был все еще так, бабка тоже не особо довольна была на бот-линии, видимо. Переместила стоп, будут вышку забирать потихоньку. Беру пара в лес. А тут уже, тут уже друзья, тут его ищут. Найс прыжок. Ну там Варта, он видел, поэтому, не зло было поймать. Они-то не знают, что он его видел. Пока мне не надо. Теперь знают, до этого не знали. Стан мимо. Это ФН застревает в корнях. Реген снизу. Я думаю, он доволен. Реген кайф. Левел 5 гуля. И денег нет, что самое. О, а тут Vanguard. Вангвард. Вангвард, тысячи голды разница. Тысяча. Слушай, у меня вчера в катке Веник собрал себе первым артефактом Тараско. Ты надеюсь, ты его зарепортил? Да, мы на 16-й проиграли игру. Турбо же не играли? На 15-й, да. На 15-й собрал себе Тараско и мы на 16-й проиграли. Не, Веник это худший герой. Для турбо. Так, ну пока нападение пошло на этого Веника, опять же, у него нет плюсика, нет 6-го ультимативного заклинания. Бабки не дают пробить, но мне кажется, тебе хватает его шоу. Давай лагуну. Не, да. В итоге оффлайнер на саппорта видит квапуру, дает дэмэджа. Продувочка замерзает, станчик бы не успевает. Слишком маленький левел айс паса. Ну он первый, да, скорее всего. Там все-таки именно дуал брефт берешь, в большинстве. Дождался скрита. Оу, худ. Заблочил и нормально. Худ интересно. Очень. Да много мак урона. Но мне кажется, все равно, то есть, в Элиху, да, но примерно нулевой, потому что сейчас тихо-то сможешь пить БКБ. БКБ это весь урон ты и выйдешь, а с худом, ну чуть-чуть. Так, ну пока что три героя окопались на топе. Т1 вышка сломали. Томанда Чиллакс. И чуть меньше одной тысячи преимущества у них имеется. Но их деньги на самом деле сосредоточены и в ВК, и в Квапе, поэтому в принципе это такой здравый показатель по деньгам. То есть, если бы, веник бы вынес вот это все в ноль для себя. Ну, к примеру, если бы в нем весь натворот был сосредоточен, то было бы, конечно, плохо. Ну, а так, веник вообще в кайфе пока. Полный столбец маны. Стики есть, мангвард есть, капли есть. Но дальше, я не знаю. То есть, ты вроде и даггер хочешь, а вроде хочешь что-то и серьезнее. Ну, влетать, опять же, давать поезда нового всегда надо. Хочется, чем больше соперников ты захватишь в свой улице, тем для тебя и получше будет. Ну, ВК по-прежнему в жизнь пока еще не вкачивал. Потому что понимаешь, что где-то может подставиться, когда команда еще не будет успевать, его могут убить дважды. Поэтому лучше просто умереть и не потратить гулдаун на ультимейт. Выход по Т1 на центре. Роботяги несколько скромно работают по этой вышке. Ну, а вот в это время уже поезда несется ВК. Левел 5, maybe next time. Горячий грек скоро будет шестым левелом. Ну, и принесет себе книгу, да, и эту левел как раз таки заполучит. Прожимается скан от Дайр. Видит, что есть как раз во вражеской территории один из героев и будут сюда смещаться. А вот у Петушара теперь проблемы могут быть, но у него есть худ. Худ придется поражать, скорее всего. И, слушай, ну ась под... Да, вроде живут, Капа Кэш приходит, но Дэмир же чует, что не хватает. А всегда шанс стоять на кресторон корабль. Поэтому далеко лезть тоже не хочется. Алин все добирает. Алин все добирает. На самом деле, вот эта игра, в которой Фэн может соло выиграть. Может быть, ты видел игру, где Мэйби стоял, соропили, просто вот так вот в землю и убил всех. Вот такая Лина здесь может быть. На самом деле, к этому все пока есть. И наш партнер тоже говорит, что они 14-м объемы с 4,5 на Чилокс, просто потому что Лина реально топово себя чувствует. Но сейчас хотя бы для Гули, знаешь, от него отстали. Он фармит там себе, он так кайфует. У них, опять же, было 1000 голды разницы, уже 1600 голды разницы. Хотелось бы, чтобы все было не так грустно у него на старте, потому что, опять же, чем у тебя меньше в начале, тем дольше ты разгоняешься. А чем лучше у тебя старт, тем быстрее ты фармишь. Но благо есть герои, которые терпят здесь, да, у команды Майндгеймс? Ну, всегда есть шанс, чтобы сейчас потерять Фэн, например, и будет грустнее. А вот статик хороший, но... Бабка заплевала, бабка заплевала. Дэмиджа, мне кажется, может не хватить. Хотя торрент, крест, корабль и это все прочее. Удар! Эх, но не хватит. А, вот это зря, так прыгнул. Там в итоге Dual Breath ловит? Нет, не ловит. Третьего левела бра заевейдил в итоге. В аппе не хватило ранжива, прям еще вот так вот по нему. Можно и дальше, там вот Стиллер пришел, бабку можно съесть. Кушай, кушай бабку, мне много мяса. Хорошо выявилось. Там еще и тренд попадет, скорее всего, нет? Или нет, или не только тренд. А вот и Гуля! Добрый вечер! Он уже поучаствовал в одном убийстве, вот он Гуля. А я как-то и знаешь, его пропустил. Он просто настолько был неполезен. Ну, типа, да, но бабку он съел, то ее типа подсейвил. Вы съели бабку. Да, да, но не детку и нормально. Так, в итоге, давай вспоминать. Лина, плюс все, да, наверное, только ее убили. На бабку, веника. Ну, слушай, в итоге после этой драки в плюсе команда Майнгеймс. В плюсе Майнгеймс на 300 голды. Ну, нормально, ну, только они одного героя потеряли. Убили двух. Угу. Блингер довольно богатый был. Но, да, Лине не очень приятно, что ее убивают. Она вот любит ее сноу-болить. Если бы она вышла, а умер кто-то другой, она убила бы всех. То есть это тоже важный момент. Но, на самом деле, еще подфармит. Нормально. Ну, очень очевидно. Просто БКБ, она может снять и драться. Угу. Ее будет продушивать, конечно, тренд. С корней ее будет продушивать веник. С тем, чтобы просто текла бьет. И хлопа там будет много давать дэмэджи, да. Но бабка ее еще не будет ничего делать. Веник будет делать, но попозже, когда будет кончаться и так далее. То есть ты будешь успевать в драке, что-то сделать, Валенцов. Веник, с словом, сам в резист собирает. Пока что взял себе капюшон за 500. Ну, такое. Угу. По ультимейтам все есть, за исключением инфеста у Гули. А там нет еще Соник Леев. Но Соник Леев появится. Я думаю, буквально секунд через 5-6. Собственно, и ультимейт для веника тоже появляется прямо сейчас. Может, вы сейчас все убьют? Нет? Ну вот, у ВК две жизни. На территории соперника драться ты, мне кажется, точно не хочешь. Тем более у тебя еще БКБ нет на линии. Все окей, давай просто поставим плашку через 10 минут, когда они дофармят. Слушай, но, как мне кажется, все-таки критическая масса на стороне команды Майндгеймс через 10 минут. Очевидно, у них герои получше. Здесь сами должны чилокс навязывать борьбу. Ну, наверное, должны. Я думаю, что никто никуда не лезет. Важный вопрос — это игра с трентом. Насколько она у тебя откатана. Ты взял трента, он крутит за место, но ты не хочешь с ним никуда идти, потому что ты можешь дать свою половину. Угу. И все, то есть у нас снесено два табора. В этом вопросе, как раз таки, человек чувствует себя в разы лучше, да? Потому что они эти табора сломали, они эти деньги заработали. Суммарно по денегам они даже чуть-чуть ведут. У них... Что получается? Из-за ластилера, в том числе, да? Слишком большое отставание. И по саборам там много денег разницы. Потому что Лейна там бабку убивала, денег заработала. Шива для кунки, что ли? Кираса, может быть. Или Кираса. Может, просто плейтап, просто ради плейты. Ну, ради армора, да, там все-таки наваливает. Так, крест. Корабль. Торрент, очевидно, да? Все, распастовываемся. Нападаем. Ну, дерево, конечно, плотнее. Лена, и это легчайший минус. Ну, как? Легчайший потратили... Ну, как, так и есть. Ну, тебя не потратили, да? Но если драки не будет, то легчайший. Если вот этого все вылезет в то, что вы просто введете в кулдауны, сделав фрак, то вроде нормально. Бабку цепляют. Можно пробовать еще ее съесть, но Лейна плохо бежит. Кстати. Нужен берст. Нужен берст. Есть, есть берст. И вот он. Полетела бабка накидывает. Петушар видит, откуда накидывает бабку. Там вайп. Забирают лайфстилера. Веника пытаются съесть. Если какой-то доп-контроль. Да, доп-контроль есть. БКБ. Да, он урона не получает. Это минус три уже. И дальше кто у нас? Трент заходит, убивает дизраптора. А лайфстилер пытается съесть беднягу бабку. Снова бабку съел. Такой он, наверное, живет, да? Хоть крест у него там. Работяги могут добить. Хотя, там змейки еще лежат. Ой-ой-ой. Вроде хватает. Ну нормально. Вроде хватает. Ну ишь, этот армор реально ему халпует здесь неплохо. Да, кстати, не было бы плотмы. Его бы убило, да. Потому что там дизоль. Там очень много минус армора. Уже лишний. Урона залетает из-за того, что есть дизоль. Цена 639. Ты видел, да? Этот катапульта. Просто его уничтожил. Но бы только 4 в 1. 3-400, что интересно. Афстиллер нанес, да? Топ-дпэстер, получается, в команде. На притекущих-то слотах. И эта Лина еще без шмоток наваливает по 3000 в драке сейчас. Дальше будет только жестче. Но БКБ у нее будет меньше. Ну а, кстати, вот именно Лина будет собирать Кирасу. Понятное дело. Ну всем, всем нужен просто армор. Они это понимают. Ну да. Поэтому Шива, наверное, здесь выглядит очень даже... Шива, Шива, Лотус, Кираса. То есть все что угодно. Так, бабку подцепили. Или не подцепили? Бабка в кедах. Не подцепили. Она бежает отсюда. Видит ВК. ВК видит тебя. Там Вард. Квапа. Но это жестко. Ну... Это они прямо жестко. Не знаю. Не уверен. Мне кажется, ВК с второго удара бы добил и сам. Ну да. В итоге нет ультимейта у Квапы. Выход Рошана. Вард понимает, где стоит. Ну, мне кажется, они успевают забрать. То есть особо сюда не торопятся, ребята. Ну да. Они снизу-то один тавр сломают сейчас. Или не сломают. Он фуловый. Тренд здесь. Просто не дает тавру гореть. Узается Глиф. Узается Армор. Ну, конечно, против троих таких. Долго-долго себе бить убьем. Да. Телепорты поехали. ВК уже тут. Приехал. Какой-то себе Торен. Неплохой. Так, сейчас ВК-то и умрет здесь. Нет? Блин. Если бы они знали, что их все было здесь. А у него маны нет. Кек В? Кек В. Они просто реально решили его не трогаться. Они думают, что все приехали. А в итоге приехал только он. Вышка упала. На тоненького, на мужичка. И там можно было ВК забрать. Ну, ты думаешь, что он никогда таких глупостей не сделает. А он сделал. В итоге забрали Рошана, ребята, из Чиллаксы. Поэтому 1.04 на Майнкейс. И 8.5 на Чиллакс. Вот такие вот. Карл. Карл. Карта 8.5. Жестко-жестко. Но возвращают Веника. Но Веник отсюда с огромной долей вероятности не уйдет. Он, конечно, под худом. Пытается, пытается. Но непонятно. Замекло много. Там все с разных сторон заходят. Но он... Вот, на самом деле, нам бы очень круто было посмотреть на табличку нанесенного урона. Когда вот ты выдадил Fight Recap. Ты признаешь, что весь дэмэдж всего ты нанес. Так. Пошара. Проблемка у него с лицом. Очень больно делает ВК. И он упадет. Вот БКБ, конечно, нужно. Есть позиционочка, да, небольшая получилась. Кунка очень хочет БКБ себе здесь. Как не хватит. Я думаю, каждый герой здесь хочет БКБ себе. В общем, с обеих. Кто-то может тебе позволить, а кто-то нет. Поэтому... Вот у ассетвер у него есть нулевой. Угу. Так. Ну посмотрим. Ладно. Плеб. Пошмотровым, конечно, очень жестко вырывается здесь у своей команды. Видно даже. Сал именно весь в Кунке скрыт. У команды Chilax. Квапа. Тоже один из прецедентов. Так. И возвращают обратно на базу. Но обидно немножко получается, конечно. Снова пешочком обратно. Поставил змейку здесь. Не знаю зачем, но так или иначе. Один с восемь. Так скажем, чуть более терпильная дота со стороны двух команд. Потому что первой карте мы видели просто сплошь и рядом одни файты. Здесь же команд несколько поумерили пыл. Да и драфт, соответственно, другие. Но вот опять же. Кираса не за горами для айфена. После этого появится какая-то там МКБ условная, да. МКБ и дальше поехали. Да, фармим, 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 фармим. На самом деле здесь та же пика была бы не ошибкой. Но пика просто, ну опять же, на лину ты ее вроде и хочешь набрать. Это значит, что ты выбрал правильный стул. Поэтому. Ну да. Или... Ну или не выбрал, если не купил. Так, нападение. На реакции. На реакции. Очень крутая реакция. Семен Джессу. А там еще и Квапам он видит. А там еще и Бигдум. А здесь Бигдум погибает. Ну он заставляет Майнгеймс попотеть. Думая, что они типа все делают хорошо. А потом они все делают плохо. А потом все делают хорошо. А потом все делают плохо. Потом все делают плохо. Полторы тысячи от Рантаун тоже, кстати. Его сейчас подцепят. Можно центр смотреть. Да, там крест, торрент, корабль же должен быть. ВК правда приехал. Но прыгать, наверное, сюда совсем он не очень хочет. Его еще и глимсует. Найс даггер. Зато, зато. Вышку заберет, да. Но теперь просто надо бы напасть. А я не успел крест. Просто ВК был бы очень далеко. Это реально был отличный опыт для того, чтобы навязать здесь. А ВК будет собирать себе БКБ? В продолжение файта. Не знаю. Там сейчас он нападет на стилера. Но тот убегает. Как будет убегать на Украину? Так, я спросил про ВК. Будет ли БКБ? Я Кунку имел ввиду вообще. Будет ли Кунку собирать БКБ? Не знаю. ВК будет. Можно? Нельзя, но... Но можно. Но потом. Но попозже. Лина. Сейчас будет уже... Да, у нее уже Кираса скоро. Сидни скоро. Так. Блин. Ну, пожалуйста. Спасибо. Это будет огоним. Ну, как вариант тоже. Там на фонтанах... Тогда будет просто команда ВДВшников. Это два заберут уже. Просто в фонтане. Очень серьезно к этому вопросу. Ребята подошли с Чиллокс. Стараются максимально... Много, скажем так, отжать по карте. Вот эти вот вышки забирают, которые даже обычно не забираются. В прошлое вообще эта вышка стояла. Так. Вот Джессу постепенно, кстати, набирает, набирает. Медленно, но верно. Уже с шестой строчки на третью. Недостаточно быстро, недостаточно много он добирает. Кираса готова. Квапует... Глимсует. Что, кстати, у Дизраптора по аганиму, не аганиму. То есть, что? Какого в план у него? У него только Глимер, да и больше ничего. Ну да. Это 40 секунд до падения эгиды. Аис. Эгиды. Ты не в ту сторону воюешь. Так, а тут Дизоль. Тут Дизоль. Тут Дизоль. Да. Это Роман повлиял на каждого из нас. В ту или иную степень. Нет, Роман классный. Аис тоже. На эгиды еще лучше. Прошу нас больше не ставить вместе. Так, пока Трента нашли. И холодно, и горячо ему тут одновременно, мне кажется, там шансов у него у Тени не очень много. Еще и Курьер минус. Дабл приятно. Минус Вард. Слушай, они там все сломали. Вард, герой, Курьер. На выбор. Угу. И причем это третий, по-моему, уже Курьер, да? Я не знаю. Они там этих Курьеров порезали. Мне кажется, штук 15 уже за игру с двух сторон. Постоянно ты сидишь и что-то. Оп, Курьер умер. Оп, Курьер умер. Оп, Курьер умер. Чего же вы их так не бережете, студентики? На что нацелена Лина после собранной кирасы? Вот что интересно. Какой шмотный урок. Курьеров его видят. Ворваться нет. Глимсанули. В Глиммер ушли. Это, похоже, что минус бабка может быть. Хватит ли урона по ней? Пока не хватает. Ой-ой-ой-ой. Ну, вот Манта здесь спасла, на самом деле, сам Джесс. КБ тоже спасают. Лина, 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 Лина. Пока живет. Но у нее ластилер. Поэтому ей глобально ок. А вот в Квапе вообще не ок. За дезераптор, за Квапу. Я считаю, что это очень было круто и полезно для Майндгеймс. Учитываю, что противник нажал все клавишки, только мог. Сейчас продолжение, правда. Есть лотус. Лотус не нажал. Да, было бы здорово его накинуть. Даже сейчас было бы здорово его накинуть, но он не прогибается. Он понимал, что там будет айс-бас. Он не прогибается. Так, ну ладно. ВК играет ноль. Он два раза уже прилетал в ситуацию, где вы должны были забирать. Но один он, в любом случае, если всю команду его вырезает, он ничего не боец. Он ничего не боец. Тут именно вопрос в том, что он два раза прилетал в ситуацию, где должны были забирать. Но он делал это настолько уверенно, что его не забирали. Думаю, что он там не один. И сколько там урона выдал у нас Лайфстиллер? Две с половиной тысячи. Нормально. Нормально. Прям хорош. И у Гульта, к слову, очень скоро появится Дозоль. И вот тогда, помимо того, что он в принципе плотный будет, он еще и будет наваливать с руки. Дай боже. Ну хотя бы сколько-то будет наваливать, да? Потому что сейчас пока тяжеловато. Нужно именно долго драться, чтобы был импакт от него. Вот понятно, почему теперь, соответственно, он собрал и манту себе. Манту. Потому что, во-первых, есть уже аганимшар для квапы. Это сало. И, соответственно, есть руты, которые он скидывает в себя с помощью этой манты. Поэтому, да, здесь Гуллер. Браво. Ну это, опять же, не забываем, что это и статы дополнительные. Так, ну и ФН. Ой, 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 ой. ФН. БКБ, по-моему, в кулдауне еще? Нет, БКБ имеется. Но можно попытаться, кстати, уйти отсюда или нет? Ты посмотри, что делает! ФН просто на развороте. И уйдет, потому что армора хватает. Конечно. Ну, это Ростислав. Тут, извините меня, да, это Ростислав. Полуин или Злав? Ростислав. Ну и по итогам. Без бабки. Уже в драку не особо-то и хочется идти к команде Чивикс. Потому что Мортамаркисос мы видели, какой урон вносит. Ну и вот пока действительно непонятен товарищ на тренте. Какой его контекст. Да, так все получается. Видишь, просто надо же играть как-то. Как команда, и у них, опять же, этот тренд, он не вписывается в повесточку. Ну и Виномантер. Ты посмотри, просто собирает себе Кримсон. Собирает себе сейчас Алибарду. То есть какой-то набор артефактов где-то на Ауле. Да, да, да. То есть у них вот два героя, которые вот пока думают, что они на максимальный замес, а они вообще не на замес. И это их сейчас главная проблема. Разбивают. Реген, Дизоль готов. Веник смазывает. ВК пошел. Форставчик уезжает. А вот это зря. Иду второго. Ты же идешь в темень. Да, ему-то норм. Не плавай там, где дна не знаешь. Все, все уходят, все убегают, все от всего уворачиваются. Тупо не дают даже шанса. Рошан появится через полторы минуты. И вот за него, конечно, драка будет лютая. Там и байбек, я больше чем уверен, будут появляться. Так, а в это время попадает ВК. ВК что-то слишком нагло играет. Бывает раз у него точно есть жизнь. А как же много урона-то прилетает. Кунка, до свидания. До свидания также Дизраптор. Из ВК выбили только первую жизнь. Имеется размен по Виномансеру. ВК выбили второй раз, быстро. ВК выбили второй раз. УФН продолжает накидывать дальше. Под тремя стаками пассивки, я не знаю, типа, самая большая глупость... Викибой, да ладно, не попал. Там БКБ еще длился. Самая большая глупость, это не трогать Лину, кстати. Там догорел где-то от веника Ластиллер. Угу, не успели задинать его. Слушай, ну Лина все. Она уже в той ситуации, где вот ты не хочешь ее оставлять. И не трогать ее. Потому что она сейчас вот доберет сейчас и сатаник. И ты не... сейчас ты не хочешь. А потом ты не сможешь. Да. И уже ничего сделать. И это вот большая их проблема. И потом она не будет спрашивать Девы. Она будет спрашивать, сколько у вас? 4 тысячи урона она. 5400 нанес ее друг. Вдвоем накидали 9400. Это довольно много. 9426 урона. Я считаю, что это достаточно жестко. Знаешь, это тот друг, о котором она просит не беспокоиться. Типа, да. Да. Это вот эта Лина. А ты в ней виномантер. Ну, он пытался. Он... Хотя бы демиджи нанес какого-то. То есть реально какой-то герой даже умер. Не просто так. Я же тебе рассказывал, по-моему. У меня была игра, где Веник нанес 26 тысяч урона. Ну, а толку, да. Если как бы... Никто не умер. Вот здесь та ситуация, где кто-то уже умер из-за того, что Веник нанес урона. Это уже больше, чем обычно. Но мы так видели, насколько неприятно играть ВК в этой игре. То есть вот он один раз умер, встал и просто умер. Моментально. Секунду. Так, ну ВК сейчас может снова погибнуть. У него есть... Приминкарнация, это понятно. Приминкарнация, у него есть БКБ. Но сейчас Лина придет. Он встанет в контроль. И может из него не выйти. Выдвинули. Немножко выдвинули. Но Лина опять же со спины. То есть ты должен бить Лину, а ты не можешь бить Лины. Вот они ХП, ребята! Бежим! Армлет, Армлет. Бежим, играем Армлет. Там иллюзии сейчас. Надо их остановить. Нормально в итоге. Один в один. Размен не самый плохой. Ты не уйдешь с подводной лодки, дядя. Но сейчас, в принципе, у тебя закончится рейдж. Можно откинуться гелем. Ну, как на прощание. Там крест, арм, корабль, да, и все дела. Минус. Ну и можно продолжить, на самом деле. Подожди, а там Мордомаркисон что ли летит? Да! Стилера пытается забрать. Нажал манту. Бежит в атаку! Он не уходил! О-о-о-о-о! Ошибка! Ошибка! Ошибка, ошибка! И Sonic Wave. Сейчас илиния уже будет, грустно. Да, я понимаю, сатах не до БКБ. Просто тэпа вот решил не париться. Бошурочек бы на ВК. Было бы неплохо, но у него скорость таки достаточно грустная. Но поэтому собирает себе Кирасу. Кираса – это атак спид, минус Армор. Ну, посмотрим. Ладно, и забирается Рошан. И контестить, к слову, но не совсем успевает его, если бы честно. Команда Майндгеймс. 45 секунд, нет гуля. Нет еще по-прежнему. Ты смотри, что делает биг. Ну ты какой, на тебе, на тебе макропиру. Ну демор же хорошо дал. Слушай, да, я отсюда... Да, Лодин, уходи. Там надо, да, сваливать куда-то, он вообще прогорает очень плотно. Вернулся на макропиру, еще немножко урона получил. Ну и считай, за дефали. Ну, на секунду еще до гуля. О, сейчас было близко, говорит. ВК. Прыжок в кунку, но там волна. Там форстафы, там БКБ. Но есть вижен, есть бить. Скорее всего, да. Надо было вкупаться. А кого лакуна влетела там? Не знаю, в кого-то, наверное, в трента, в хп. Ну, похоже на то. А БКБ... БКБ, да. Он ничего не боится. Все, а Север встал, дожили. Но нет кунки. Кунка, конечно, в себя впитывает огромное количество урона. Очень и очень много. Ну, посмотрим, что там дальше. Ну, они дефают, вроде, Рошан 40 секунд. Кунка-то появится. Рошан-то регенится. Ну, надо дефать этого Роша. Команде Чиллокс. Нельзя отдавать его так. И в итоге Джесс тебя забирает и Гиду. Нормально, нормально. Все забрал. Да. И сыр, и Аегис. Ну, сыра там нет. Как? Это первый только? Ну, даже если это второй, там все равно нет сыра. Там Шарт. А, там Шарт, да. Ё-моё, что это я? Я совсем что-то поплыл. Ну, Шарт. Это мой Сокастер. Ну, а что поделать? Ничего не поделать. А ты давай не принижай меня. А я ничего. А вот и не... Я, видишь, я же не просто орусь тебе, я объяснил. Ты что, добрально? Ты орешь быстро меня, поэтому от этого вдвойне и обидно. Так, длина нападения, успеет поражать в КП. Успеет, там бабка не попала. Можно было драться. Можно на развороте, на самом деле, попытаться, кажется. Даже нужно было. Более, что на подлете уже тиммейта. Так, веника здесь попытаются не отпустить. Так, полетел. Полетел на волне успеха у нас в Райс Кинг. Ну, и все-таки просто акту отсюда обратно. Так, и есть форстафами. Форстафами продлевает себе жизнь команда Чиллакс. Ну, и в итоге подловили к вапу. У нее БКБ, она выйдет, да, там еще нет, потому что гонима. Мешочек скоро будет в Астиллере. У него, как раз, так, скорость таки нормальная. Бабку выберут. Здорово просто выехал отсюда. Шар дает в Астиллера, поэтому есть опен ванды. Но бабку здесь забирают. И нет шанса ее подефать. Есть крест в ВК. Есть дегераут успевать его сделать. Есть глимс. Есть БКБ, а хорошо нет. Это, знаешь, это уже больше похоже на кого-то подкидывал дурака. Типа, у меня там 6 червей, 7 червей. Подкидываю семерку. Восьмерка. Подкидываю восьмерку. Сидят от этого. Ай, беру ланта. Да, 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 ладно. Действительно. Хорошие карты. Козырей накидал. А, это козырь, верни. Вот это начинается вот эта история. БКБ здесь это был козырь. БКБ это был козырь, да, и он его отжал. Ладно, 3000 преимущества у Майндгеймс. Пока все идет к тому, что Лину убить банально будет некому. Во-первых, очень толстый кунка. Во-вторых, это Аегис для лайфстилера. И это потенциальный аганим, который появится. Ай, было близко. Но недостаточно. Но недостаточно, да. Так, а сколько там осталось дизраптору до аганима? Интересно мне. 2000. 2000. Больше, чем хотелось бы. Я думал, там, знаешь, голды 800 где-то. Просто 2000, учитывая, что отсутствует подсейва, это почти гарантия убийства нужного тебе героя. И. Тут ДД, у Лины скоро будет Скайди. То есть с нее еще нельзя будет нормально уйти. Так, Кераса-то для ВК уже есть, да? Не знаю, но там у Лины 22, вот что я понял. Вапы 16, 18. И минус очередной БКП, здесь бушерочек, добрый вечер. Возвращает его на базу, это бабка. Бедная бабка, как же Ладина их не любит? Всю игру просто, сколько я вообще счет? Раз за разом просто залетает. Проблема. 1-8, не 8, у него. Нормально. Да, 1-8 его дизраптора тоже. Да, их двоих не любит. Но дизрик сделает слот, который может им игру выиграть. Как бабки такой слот придумать, который прям может им игру выиграть, пока непонятно, потому что Аганим здесь это не Панацея с ее стороны. ВК сломал Т2 в топе, крипы пойдут чуть дальше. А они сейчас просто, мне кажется, на сторону будут доходить. Минди, да, могут попробовать, бабки нет, и Айгис есть. Типа веника просто стучаться, не понятно, насколько это полезно. Хотя под Линой, ладно, реально неплохо. Где Тауэр? Кираса Дизоль тупо отрабатывает. Демонтавер. Кираса Дизоль реально отрабатывает. Все, барак сели, можно отойти. И там Скади, Лина, Скади, Лина Сатаник, Лина Дизоль, нет, Дизоль, нет. Лина, конечно, вообще жесть. Кираса, БКБ, мама. Осталось Солу Ринг, а что-то нормальное поменять? Можно какую-нибудь, знаешь, бабочку условно, или МКБ. Можно бы широк взять, слышал что-нибудь? Да, там как 10% баш, да? Да, но он все равно работает. Учитывая ее скорость, он реально все равно будет срабатывать в эти пару секунд. 100%. Успел уйти Лавстиллер, да, видит, что отсюда он тпшился. Повлиять на это никак не могут. Дайер сканирует, знает, что противник куда-то и сейчас, потому что мир не отпушивается. Но, как они понимают, что здесь их нет, а Лавстиллер у него Аегис. Ему тоже не особо страшно. Можно, вроде, его вытащить. Да, вот он вот раз решить не успел. Умер. Так, ну что, давай смотреть. БКБ ТПА, вот как это будет вообще выглядеть. Команда Близз, команда здесь. Тренд связал двоих. Лавстиллер там воюет, но особо хп не теряется. Минус Дизраптор. Успел раскастоваться перед этим. Забавку. Оба тех, кого не любят, оба погибают. Влет в Лину, но это невозможно. Я не знаю, то есть это самая большая их ошибка в том, что они пытаются реально ее убить. Герой, у которого есть вот это все, типа Сатаник, БКБ и так далее. В итоге он там веника хочет доесть и справляется. И завтра выкупился. ВК не планирует отсюда спускать. А, и под Сатаником не уходит отсюда. Не уходит вообще никак. В Схаде тоже, очевидно, отсюда никуда не уходит. Ой, да, Схаде, конечно. Клопа ПК пытается жить. И тут начинается. Начинается от Джесса просто накидывает. Продушка, да, нашли. Нашли, подсветили. Если верну, нет, там Глимс. Но минус ВК. Больше нет. И ВК здесь заберут второй раз. Пытается дать демиджи, но ему тяжело. Потому что он один, а Лина, ее двое. Она, Лайфстиллер, и даже Скоро Катакунка. Давай посмотрим суммарно. Это, по идее, 2 в 3 должен быть размен. Лина уже центр, ее ломать. Да, 2 в 3. Ну, плюс Аегис на самом деле. На 5. 5 в 700. 5 в 600. Те два героя, которые должны, ты не можешь их убить. Мне кажется, им нужен какой-то вот контроль, типа Хиксай, не знаю, там, Вебисо. Потому что просто не дать ей бить. Не дать ей скастовать БКБ. Потому что Т-минус Т4, это нападение на второй Т4. Попа прыгнула. Ой. И может умереться. Попа может дать. Может, армора и хватит, на самом деле. Пока вроде все более-менее. Успел. Вебисо. Шар продано. 80 секунд без байбека, но это не критично. Да, все остальные выжили. Т4 съедет. На второй Т4 вроде не доели, да? Насколько я понимаю. Да. Насколько-то хп осталось. Ну, отлично. Живем. Хилимся. Но теперь, действительно, 7GES очень больно наваливает. Там дальше тоже Сатаник появится. Он тоже вырвался в топ и Нетверсов. Он занимается второе место. Сразу после Лины хоть составание в 4 700. Но то, что вот теперь ВК очень сильно приостановился. Думаю, он уже, честно говоря, давненько приостановился. Веник совсем нет. То есть его импакт сильно ниже, чем у Кунки. Потому что у Кунки бафы 2 дизейбла. У тебя контроля вообще никого нет. У него считается шарда вот этого. Волна. Приятный бонус. У тебя этого бонуса. Думаю, зато у него есть Кримсон. Что вообще шарда у Веника делает? Когда ты попадаешь с гелем, две змейки. Как типа как у Раста. Ну и фигня. Это еще одна из причин, почему Веник очень плохо. Да, ты реально не хочешь эту шмотку покупать. Да, я просто раньше была на Таланте. Но типа было прикольно. То есть Антон был второй альтернативой не сильно лучше. И типа нормально. На Пуше знаешь, там на раннем идешь, поставил личные змеи, но типа это нормально. Ну, за 1400, то есть... Это как этот старый Аганим Магнуса. Типа, за 4200 Зевс там получает глобалобилку, которая встанет, дает труса и там что только не делает, да? А у тебя волна едет назад. Так и здесь, типа. У кого-то там просто нереальная жесть. У тебя остается с плевка две змейки. Но это не Аганим, это Аганим Шарда. Ну, я... Я... Ну, я окей. У кого-то Шарда имба. У кого-то Шарда... Там на житпаке летаешь. Это Клокверк, да. Так, ну ладно, полетели. Нападение на ВК. ВК пока хилит, работает Примсон. А вот у Квапы проблемы. Башка прок, нет, что-то я не выполняю. Ой, как же Лина навалит. Вот это сейчас интересно получилось. На торрентик насадили. Еще его так. Вернули, наушники, вверху. Верос, вверху убьют. Чем БМ-2, сажим, БМ-2. Оп, башерочки, башерочки работают. Джессу наваливает. Мы очень-то там подцепили, по-моему, веник. Он там тут цепили, по-моему, веник. Да, минус веник. Он укупился. Вернули ВК. Его убили, ББК нет. У Квапы, ББК нет. ГГ. 2-0 команда Майнгеймс побеждает. Коллектив Чиллокс, да, опять же, до определенной минуты было понимание, что, наверное, здесь действительно шансы у Чиллокса имеются. Но, опять же, ФН со своей командой исполнили на очень хорошем уровне после там 20-й минуты. И действительно, к ним вопросам уже никаких не было. Достойное завершение дня. Ну, а я готов вас поздравить, дорогие друзья. Это был последний матч официальный в рамках этого патча 7.31. В рамках D2CL. Потому что, возможно, там сейчас какой-нибудь наш БТС еще будет. А, ну, да, да. Юго-Восточная Азия, там еще что-нибудь, Южно-Северная Америка. Что-то еще может быть. Но в СНГ это реально официально последний матч, который вот можно было посмотреть на этом патче. Потому что завтра вы проснетесь, и уже будет другой патч. Там уже три Рошана. Там чего только не будет. Правильно. Я даже не представляю, что там будет. Но вы точно представляете, что там будет жестко. А, что делать-то вообще? Нет, СССР будет заучивать. То да. Сидеть проверять, тестировать. Это работаю до завтрашнего утра. Это надо я работать на несколько недель вперед, я бы так это сказал. До завтрашнего утра. Хорошо. Ну, ты гений. Ну, большой опыт. Большой опыт обзоров патчей. Ладно, друзья, мы сегодня на положительной ноте заканчиваем. Выигрывает команда Майндгеймс со счетом 2-0. Ну, а мы с Митяем говорим вам спасибо, что были все эти три БО-3 вместе с нами. Ну, и, конечно же, услышимся уже завтра. Всем пока.